Внимание, друзья! Я включил запись и на компьютере, и включил запись еще видеокамеры. Почему? Двойная запись так спокойнее, хоть одна да получится. Разгор будет серьезный. Есть такое, помните, песни до самой окраины? Вот эта окраина сейчас присутствует, то есть я получил письмо из Южно-Сахалинска. Вот. Поэтому, прежде чем я отвечу, свяжусь в Южно-Сахалинском и будет диалог, я просто предупреждаю, о чем пойдет речь. Вот. Итак, о чем пойдет речь? Хочу, чтобы это пригодилось не только одной Татьяне, но и всем. Читаю ее письмо. Валерий Константин, здравствуйте. Случайно попала на страницу ВКонтакте, заинтересовалась. Честно, еще не успела почитать подробно, но поняла, что хочу попробовать. Есть свой дом-участок, хочу приобрести семена. Так, есть семена. Буду благодарна за рекомендации, что именно с учетом наших слоев могу взять, плюс ваши пособия, которые рекомендуете изучить. Живу в Южно-Сахалинске. Зима снежная, не очень морозная. Пару недель, и дворе может быть до минус тридцати. Знаете, вы где-то ближе к Африке. Я так шучу. Осень часто длинная. Успеваю снять урарай кукурузы подсолнух ораник. Из деревьев в садах растет груша, но некрупная. Переприем. Танечка терпкая. Ранетка яблони белые. Налив вишня. Проблема в лете. Не всегда жало теплом, стабильностью. Июль и август самые теплые. А вот май и июнь бывает очень прохладно. То 20, то 5. Ох, удивили. Сама деревня не занималась толком. Из Приморья сажала пару абрикосов. Хабаровский и Амурский. Внимание. Вымезу после второй зимовки. Вот, если бы не вот эта фраза, я бы ей не позвонил, а просто бы вышел в каталог. А там разбирайтесь сами. Ну, пару слов бы и так звучало. Все, что растет у меня, у вас будет тем более расти. Вот, у меня есть все основания, так думать. Почему? Почему это все важно? Пару абрикосов, вымезли. Какая, к черту, вымезли до минус 30? Конечно, выпили. Вымезли. Но не все знают, в чем разница. Вымезли, выпили. Поэтому мы с ней будем сейчас разговаривать. И не только об этом. Вот. Ну, подключаю я нашу даму. А записывать мы будем ее только голос. И назовем это диалогом. Так, поехали. Татьяна, привет. Так, на проводе «Сибирь». Сейчас я звук добавлю, секундочку. Значит, я надеюсь, что запись получится. Двойную запись сделаю. Ну, и смотрите. Я процитировал ваше письмо. И я вам еще не сказал, почему вдруг я с вами решил поплотно поработать. Дело в том, что вы вытащите у меня семена. Допустим. Вы сами написали «Хочу привести к вам семена». Допустим, у вас абрикосы погибли. Вы хотите, допустим, кошки абрикос. Так, они тоже у вас погибли. Почему? С одной стороны, до минус 30. Это Африка. Такое ощущение, что вы где-то на полпути к Африке. А у нас таких мягких зим не бывает. А абрикосы не мерзли. Тогда возникает предположение, с вероятностью 99,9%, что они вас выпилили. Вы не пробовали как-то определиться, вымерли или выпилили? Это первый вопрос. Нет, вымерли все-таки. Дело в том, что отмерзали. Они первую зиму отмерзли, как бы, и потом восстановились. Природки некоторые дали, а вторую зиму не восстановились уже. Но дело в том, что и яблони, вот у меня хаальсен канадская маленькая была, и белый налив, они тоже, честно говоря, у них главный ствол вообще вымерся, и они дали боковые. Но, наверное, все-таки молодые деревья нужно было каким-то образом укрывать. Хотя у нас когда-то на даче, белый налив, деревья росли по 20 лет и больше, когда-то полдоносили. Так интересно. Давайте, я вас буду часто перебивать, чтобы успели записать все это. Допустим, тогда вариант выпилили вы, может быть, и право, может, и выпилили, хотя я не снимаю этого подозрения. Но есть еще вариант. Вы садили молодые деревья. Вы, есть такое понятие, я лидер в этих вопросах. Итак, любой саженец, который посадили, у него есть два недостатка. Во-первых, садят, не обрезая половину или три четверти кроны, и он сразу начинает дохнуть. Просто дохнет. И когда приходит зима, он не готов. Он как раз-то, и как бы вымерзает, как бы обмерзает. Вы такой вариант допускаете? А я ничего не резала. Вот. Я получила саду, я не помню, где вы выписывала. А это второй мой вопрос. По порядочку. По порядку. Это был следующий вопрос. Итак, вы не обрезали. Значит, я утверждаю, что все миллионы деревьев, посаданные без специальной предпосадочной обрезки, чтобы сбалансировать с жалкими корнями на искалеченном. Все они сразу автоматом для единого становятся корреками. Даже из глазков. И те надо обрезать. Значит, вот этот момент. Примите хотя бы как предположение. Может быть, вы сказали, что вы новичок. Как предположение. И если когда-то вы, допустим, мои косточки выпишите. Это учебный фильм. Выпишите. Допустим, они у вас здорово вырастят. Это я в шутку так. Здорово вырастут. Ну, вы же понимаете. Достанет вопрос о перешатке. Я предполагаю, садить на селе густо, как помидоры. А потом уже лучше оставить на месте. Вот им-то ничего не страшно. А перешатки обрезать сильно. Вот тогда не будет обмерзания. И, наконец, следующий вопрос, еще может быть много. Ну, как получится. Следующий вопрос. Так, где вы взяли садовцы? Ну, да, я понимаю, о чем вы. Я... Ну, это средняя полоса России, а где их покупала. А откуда их привезли, я точно не могу сказать. Я понимаю, что они могли быть выращены ежнее, чем я жил. Как бы, как вариант, да, я предполагаю. Хотя, а в ремонте, когда я покупала, я покупала в выхабарском крае. Ну, и что? Я пока знаю одно. Четко установлено, у меня же переписка, я как паутине. Раскинул я на полпланеты. Вот. Что уже молдавские садовцы добрались. Молдавские, Европа, это даже не Средняя Азия, поближе же она рядом. Добрались уже до Амурского края. А там остается рукой подать до вас. Вы не пытались установить, откуда все-таки, кто вы это? Ну, наверное, подошли к человеку и говорите, откуда вы привезли. Было такое? Нет, я не спрашивала, конечно. А, ну, все. Я нашла у них как-то свое хозяйство, да, но если вы говорите про то, что вообще видел, или я на тремя, что у них там деревья росли такие желтвоплодоносящие, я не видел. Поэтому я тут, конечно, я не могу держать про процента, откуда они были в ряд. Ну, круг замкнулся. Будем считать, что самое главное мы установили. Будем считать с нуля. Я вас не заставлял мне писать. Правильно? Вот. Мы начнем тогда, я сейчас открою каталог, и вы же как? Вы потом увидите, я же вам вышлю запись. А, напомните, чтобы я вам ссылку потом высылаю персонально вам. А так, кто эту подкроет, тот и увидит. А пока вот он, каталог, и мы сейчас по нему пробежимся. Вы же еще упоминали учебную литературу. Не литература, а в принципе, литература понятия широкая. Прежде чем заказывать семена, ля-ля-ля-ля-ля, это потом я в каталоге, я не помню, высылал или вышлю. Высыл, да? Но сейчас я хочу прокомментировать. Вот. это все мы пропускаем. крупные, сладкие, это груши сладчайшие, это череши, до сих пор висят у меня. Вот. Я же показываю фильмы, я же к ним и думаю, эти фильмы. И в Крым не езжу. А что в Крым ехать? У них, даже у них такого нет. Получается, вся эта роскошь, она имеет место быть. А и почему-то не замерзает. Тут последняя зима 40-градусная, а я же не выдумал. Я же показывал градусники, я же фильмы снимал. Получается, есть какая-то изюминка. Это на счет того, что, а, вот сразу, абрикосы в куточке будете заказывать? Скажете, Константинович, я ваша соучастница, я вам помогла фильм сделать. Это 30 рублей, вам будет стоить 15. Это ваша льгота, потому что вы это, соучастница. Вы участвуйте, даже в рекламе, можно сказать. Так, значит, потом, напомните, я забуду через минуту. Такие вещи, как скидки, не позабывайся. Так, ну, видите, я вообще шутить умею. Итак, пойдем по порядку. Значит, листаю, 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 показываю книгу «Северный сад». Она закончилась, потом вы видите. Есть электронный вариант. Дело в том, что эта книга для новичков. Прорислюли. Ну, вы представляете, что вариант на диске ставили, если есть куда. Диск 300 рублей, это бесплатно. Какая бесплатная работа за такие деньги в бутылку. Ладно, значит, электронный вариант. Есть вариант, я вам просто высылаю ссылку. Это будет 500 рублей. Тоже не разоритесь. Как вам удобно. Вторая книга, записки, она для очень всеразных людей. Ну, неудобно спрашивать. Ну, скажите, какое у вас образование? Высшее педагогическое. О, наш человек. Высшее педагогическое. Это вы универсал. Вот. Высшее педагогическое. Высшее педагогическое. Да, в этом университете это широченное образование, начиная от Достоевского и кончая этим самым Марком Твеном. В общем, вторая книга точно для вас. Записка за Сирного сада. Дешевая, дешевая. 600 рублей. Настоящая книга можно в руках подержать. Так, хотел показать. А, на всякий случай. Вот они записки. Это я показываю весь вариант то, что снимает твое компьютер. Пройдет. Вот она. Прекрасная книга. Вот. Почему я рекламирую благодаря вам? Вы сказали, что нужны какие-то пособия. Пособия ваше слово. Вот смотрите. Книга. Это 70-е годы. 100 тысяч экземпляров. Предназначена вы учительница. Представляю, что вы, допустим, ведете урок биологии или профессионально, или вы замещаете учительницу биологии. Это нормально, правильно? Вот. И вот эта книга называется «Юному садоводу». И вот этот юный садовод, открываю я, да, для него. Это потом увидите. Берется коребок. Видите фотографии? А рисунок? А рисунок с 19 века гуляет. В тысячах здания он гуляет. Вот это вот. Свои линь сделают. Как уничтожить дерево? Я так перевожу. Подробности потом, когда ознакомитесь с моей этой. Еще одну покажу или две. Все, 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 все. Я просто хочу сказать, что стоит ли моя книга, чтобы ей заниматься. Вот. Не имея понятия о корнях, видите, корень нарисован. Но все случаи жизни потом увидите. Это ужас, это дикость какая-то. А потом, не знаю, в строительных корней что-то деревья творят. Это тоже показал. Человек считает, что он тоже передал дик на сыр. Наконец, обрядка на кольцо. Смертельный прием 100 тысяч экземпляров. Вот. А учительница биологии еще даже этого не может. Даже смертельные советы даже этому не усядите. Ну, ладно. Это у меня обидно накопилось. Но извините, что я говорю, вы-то не виноваты, у вас готовая программа. Вот. Ладно. Короче, вот эту книгу я вам порекомендовал. Так. Идем дальше. Брошюра. Четыре брошюры стоят 200 рублей. А если одна, то сто. Лучше четыре брать. Это четыре по пятьдесят. Вот. Вот это удивительная брошюра. Первая и последняя. Больше не будет. Это 20 тысяч экземпляров продать не могу. Навязываю каждому. Удалось продать несколько сотен из 20 тысяч. Это называется деньги на ветер. Если раньше говорили водка плюс пиво деньги на ветер, то вот эта брошюра моя тоже деньги на ветер. Теперь две книги в электронном варианте. Северный сад, сотворение чуда своими руками 500 рублей. И эти записки за 500 рублей можно приобрести. Следующая книга, еще ее нету, она только сейчас поступит в типографию. На всякий случай кто-то потом возьмет остановит вот это прочтение вот этого и вот это возьмет и прочитает отдельно. Я для вас пока я просто пропускаю. это особая книга особая она не имеет аналога на всей планете. Вот она пока в одном изумляли. Тайны плодовых деревьев для избранных судьбой. Ладно теперь еще быстрее обмозочная лента кто надо выйдет. Самое лучшее удалось изобрести нам с этим сапромом для того чтобы его в мире прививать. Дальше пропускаю и наконец пошли диски допустим диски их 20 с большими скидками это 4800 это вы побываете в саду все сели залезет залезете во все уголки сада все секреты все но 4800 вы скажете дорого тогда я скажу берите диски 11 12 13 материал это я проходил проводил семинар в Москве полная запись трехдневного вебинара ой семинар в Москве вот пожалуйста это всего 900 рублей 3 подвижка есть еще в Красноярске это всего два это 8-9 чуть сокращенно и там и там есть практика прививок вот что есть это тоже она должна вот это уникальная вещь ну Нобелска не Нобелска но здесь уже государственная премия ну как-то забывает вручить пока ну посмотрим вот наконец мы добрались что я имею у себя я пропускаю вот эти вот семечки косточки большой таблицы пропускаю мне надо по-ручку заканчивать вот но дело в том что у меня есть уникальная вещь да вот я отдельных уникальная вещь представляете у меня сейчас еще на дереве я показываю в фильмах я сниму думаю в Крым не ездил вот это уникальная вещь вот это уникальная вещь прикос академик уже расплылось на 10 вариантов вот мне говорят представляете так мне говорят да вы что мы же испортили два раза увеличен мы отказались на такого человека вот еле молодой вес вот это вес 120 грамм но это так я люблю это поговорить вот полностью переделанная слива гига-1 абрикос военный тройной гибрид военных-то не бывает вегетативной природе ты рассказал себе я тройной сделаю пожалуйста вот чудо и чудес есть еще без названия крупноплодный железо название не придумал все ему да не имею права не имею права поздний пилиппел суперсорт я про него сто раз рассказывал Мичулинский увеличил в три раза поверите, нет? да не верьте я вам сказки рассказываю вот а это вот как-то получается психокатолитский это рядом с вами у этого добра у вас должно быть какой там пустой сад Тань я выписал 20 косточек посадил нет 22 20 зашло оставил себе 8 остальные раздал а они до сих пор успокоиться не могут каждый год меняют вес, вкус и расцветку а почему? а у меня сад смешанный кто хочет это пылять вот вот эту фотографию я показываю вроде бы мелочь но это мелочи должны быть уже забиты не вот этими вот молдавскими это следующий этап ваш да? а кто знает? а может вы через 2-3 года уже будете торговать саду 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 вот если взять вот это я посадил 22 косточки получил 20 деревьев 5 раза забором сразу показывал на вебинаре 8 у меня 13 2 перенес от сада у них какие-то листы были странные непонятные уже 15 и 5 просто раздал ни одного не продал я не знал что будет а получил черти-черти сбоку батик вообще невероятно вот пожалуйста надо ли им заниматься а вот теперь у этих косточек есть еще и папы а рядом растут 100-граммовые абрикосы видите как потом увидите супер абрикосы вот сюда учили смотреть справа ледово а потом надо эту фотографию я сам смотрю и поражаюсь вот иногда думаю что-то я перестарался сверх ранние тоже интересно видите как есть варианты но я сейчас не имею права подробно рассказывать для этого 197 вебинаров есть там сотни фотографий тысячи все это реально все это было ну а дальше просто вот он амур от вас с этого самого с приморья ну считайте какая разница там проливцы то господи на лодках ездят считайте что приморья у нас разница у нас разница есть с приморьем в приморье в приморье разница приходит тепло у нас разница треичная получается у нас долго не устанавливается тепло в сибири зимы здоровые как бы да но лето устанавливается быстро и такое планомерное теплее теплее а у нас проблема вот в том что ну мая такой еще холодная в июне подходят льды поэтому у нас вот даже земляника еще да лубника она ну самая ранняя там в конце июня а то она вообще в июле в основном понимаете то есть у нас задерживается вот это вот начало лета но зато июля август теплый сентябрь еще как бы теплый да то есть у меня еще там кабачки могут быть еще успеют дынь эти циклы спеют еще как бы да по октябре только их убирают там уже заморозки идут но само лета устанавливается очень долго и вот поэтому я всегда и думаю что такое взять чтобы хватило тепла чтобы вызвало вот чтобы хватило так Таня я понял я еще как бы стараюсь вас перебивать потому что вот у меня запись закончится сама через 7 минут вот на больше я не рассчитан на это а потом перервешь потом уже не то и так значит метод ты-ка вы знаете надо бы взять по десятку всех-всех-всех у меня особый случай и несколько из Болгарии а из Болгарии несколько сортов из Канады приморских половину из Приморья брать не буду это и это хорошо что они из Приморья вот я показываю Амур так это ваш вот сюда Амурсельцевый Амурсельцевый сейчас я постараюсь еще быстрее Амурсельцевый Артем тоже Дальний Восток вот тройной гибрид у него два родителя с Востока и один с Франции вот это чудо получилось так вот Королевский чисто Франция ну с Костик уже не будет Королевского в общем смысл есть опять Дальний Восток опять Дальний Восток Городель Украина дальше не буду вы уже поняли разница такая она нивелируется разница то есть Дальний Восток Амурил Дальний Запад получается варианты предсказать какие Костки я бы на последнем вебинаре показывал и даже отдельный фильм ой я сегодня снял отдельный фильм он сегодня-завтра попадет в Ютуб вот уже у человека моим косточкой от Патриарха Манджурца который кстати не крупнее вот этого Горделя да до него не буду находить время уходит вот а у него 50-граммовые еще и разные еще и вкуснейшие еще и сфотографировал это просто чудо и вот когда у вас получается так чисто чистая лотерея невозможно сказать какие выплюют какие замерзнут а замерзнут никакие по вашим цифрам вы живете намного более мягком климате в принципе значит и выплюнуть надо чтобы надо чтобы они вызрели вот два остается чтобы они не выплюли но для этого существует посадка по железу для этого книги диски и еще плюс к тому же чтобы они вызрели вы сами сказали что лето довольно короткое в июне чуть у него льды вызрели но опять получается вот сейчас секундочку я на все случаи жизни вот я назад листаю вот в этом случае нужен вот этот вот видите внимание сенец абрикоса байс созрел 30 июня а у меня позднее до сих пор висят то есть весь июнь провисели представляете ой не весь июнь весь июнь провисели уже будучи практически зрелыми разные почти уже 24 августа а еще висят а я показываю фильмы буквально вчера снимал получается одни годятся как позднее чтобы под заморозок не попали позднее а ранее чтобы успели вызреть а еще куча гибридов между ними вот и все теперь получается невозможно вы меня спросите а я скажу караул я не знаю что у вас будет вопрос только в количестве семян вот ну а потом что если они свеженькие они прекрасные они отжелены у многих схожесть некоторые говорят 100% хотя я не верю всегда из каждой сотни несколько должны сохранять качество на второй год до катаклизма и получается что зайдет половина допустим заказали сотню вот еще я вам пообещал за полцены как к своему серку я про абрикосы пока этих не только об абрикосах но пока про абрикосы зайдет половина вам уже головная боль соседи всех отделили друзья всех отделили школу принесли на школьном участке посадили и все на рынок или кто слава пошла особенно когда они вот у меня густо посажены два на два а они через проходят 4-5 лет они ужас они уже между ними уже пройти трудно скоро брать топор а я же беру с них знаете на черенки значит еще продляем жизнь на несколько лет ну то есть они уменьшаются в размерах разберу черенки вот они как ежи вот так растут а я вот это режу режу а это следующий вопрос у нас заканчивается время давайте так остальное вы будете заказывать там будет написано что-то из этого что-то из подвоев так и будет подвоев эти потом на них приведете уже мои же если буду жив мои же черенки лучших в России во всей Европе сортов мне удалось их обойти знаете почему особая технология и плоды увеличиваются да и отсеются увеличиваются и особенно привитые я вам показывал даже вот а другие пожалуйста не хотите привать выписывайте косточки Серафима вон какие красавцы вырастают непривитые Королевского Баев Фаины вот Академика Рыжего просто посадили косточки при вашем климате они никогда не вымерзут если не вытрелят ну да а если по двое выращивают то для пивоя это нужно черенки приобретать специально желательно у меня в крайнем случае будете собирать на месте у кого получше станете местным Мичурином но это уже второй вопрос а пока если буду жив только у меня но надо сказать я та самая Татьяна вот помните Пушкина передо мной явилась ты как мимолетное видение как гений чистой что-то указано в каталоге как кривой если я это приобретаю уточками высаживаю я сниму черенки потом взять могу да можете но там уже на удачу уже не будет может 100 граммов а будет 50 70 40 вот Таня все наше время истекло остальное литература мои диски или мои книги вот да да я поняла ой неудобно прощаться но а он сейчас сам остановится запись а начинать по новой я уже не смогу у меня порох кончился я в последнее время немного сдаю все до свидания жду заказ пока спасибо спасибо за компанию субтитры Субтитры создавал DimaTorzok